Ассалям алейкум, дорогие друзья, в Аппарат Найтон ТВ с вами я, злой Киргиз Александр Ронкин. И со мной сегодня в студии журналист Цвик Зильбер и писатель, и журналист Марк Котлярский. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, здравствуйте. Господа, я прежде всего хочу ответить на вопросы многих телезрителей, которые почему-то полагают, что футболка у меня на груди. Это то самое газпромовское эхо Москвы, и именно поэтому я иногда выражаю точки зрения, как им кажется, Газпрома. Нет, господа, это футболка газеты «Эхо недели», главным редактором которой в Тель-Авиве я являюсь. Поэтому к эхо Москвы мы не имеем никакого отношения, хорошо ли это или плохо. Сегодня я хочу начать нашу программу со знакомых всем строчек. «Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы, попробуйте сразитесь с нами, да скифы мы, да азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы». Господа, я утверждаю, что строки, написанные Александром Блоком почти сто лет тому назад, как никогда актуальны сегодня. И роль и функция новой России, которую строит Путин, именно в этом. Построить новый щит между двумя огромными враждебными расами, цивилизациями, между Европой и Западом и Америкой, в целом Западом и Востоком. Только на этот раз это не монголы, а на этот раз Китай. Китайцы, огромная империя, которая поднимает голову, которая сегодня во всю силу заявляет о своих претензиях и противостояние с которой может стать главным трендом всего грядущего столетия. Итак, ваше мнение, господа, Свизильбер, пожалуйста. Ну, по большому счету, все это можно построить в какую-то конспирологическую теорию. Я не думаю, что то, что делает президент России Владимир Путин, объясняется его интересами, его заинтересованностью защитить кого-то от кого-то. Он это делает прежде всего для России, поскольку в его понимании вот это собирание российских земель, оно является благом. И он делает это исключительно из соображений, из своего понимания блага своей страны, но ни в коем случае не в рамках какого-то некоего всемирного геополитического уравнения. Допустим, Иосиф Сталин тоже не ставил перед собой задачу спасти мир от коричневой чумы. Но, тем не менее, так получилось в историческом плане, что он это сделал. Не всегда даже властитель, как бы, или руководитель страны осознает свою глубокую историческую функцию. Может быть, и с Путиным сейчас так же? Ну, я не думаю, что китайцы на сегодняшний день это самая экспансивная, скажем так, нация, которая проводит экспансию. Я думаю, что гораздо в большей степени можно опасаться исламского мира, где очень высокая рождаемость. Потому что в Китае на протяжении многих десятилетий рождаемость удерживается искусственно, рождаемость там сегодня невысокая. Да, Китай это постоянный источник огромного количества иммигрантов, которые заселяют многие страны мира, в частности, и восток России, и западные страны Америка, Канада и так далее. Но я не думаю, что хоть в какой-то стране эти иммигранты когда-нибудь заявят о каких-то своих коллективных правах, захотят присоединиться к Китаю или стать некой китайской республикой, удаленной от своей географической родины. Чего нельзя сказать, скажем, о представителе исламской цивилизации, которые везде, где бы они ни находились, они начинают отстаивать некие свои коллективные права. И это мы видели очень наглядно, скажем, на примере Косово, когда албанские беженцы начали там селиться, в течение нескольких десятилетий превратились там в большинство, и теперь получили Косово в качестве своего государства. Возьмите, например, Ливан. То же самое, Ливан был создан как христианская страна, но у христиан рождаемость низкая, у мусульман, особенно у шиитов, рождаемость высокая. Сегодня большинство населения Ливана это мусульмане-шииты, и, соответственно, только очень искусственная система разделения властей между тремя основными общинами, она как бы еще держит эту страну на плаву и не дает ей превратиться полностью в шиитскую, абсолютно демократическим образом. Мне кажется, что в этом смысле гораздо более опасен именно мусульманский мир, построенный на религии экспансии. Ислам это, несомненно, политическая религия, которая основана на экспансии, на захвате всего мира, на захвате новых земель. И в этом смысле очень, скажем, очень ярко можно наблюдать это явление и в России, где тоже процент мусульманского населения постоянно растет и в результате эмиграции, в основном в результате эмиграции из других стран. Я, честно говоря, не соглашусь с тобой, а, скорее всего, соглашусь со злым киргизом, потому что ты не учитываешь некоторых обстоятельств. Есть, как бы, громкая экспансия, то есть, как бы, когда об этом открыто заявляется, но, в принципе, ничего особенного для этого не делается. И есть тихая экспансия, когда, наоборот, ничего не заявляется, но очень многое для этого делается. Ты сам сказал, что сегодня восток России, там, на границе с Китаем, он практически китайский. Произошла некая тихая ползучая экспансия в результате в Хабаровске, на Дальнем Востоке, в Биробиджане, там, где вот на границе России с Китаем, китайцы практически тихо-тихо заселили все эти области, понимаешь? Это раз. Да, но они не стали правы. Да, Марик, и не только там, кстати, просто ты, может быть, не знаешь, а я знаю, как выходят со Средней Азии, что в Киргизии, в Казахстане и происходит то же самое. Ползучая экспансия китайская. Но это всего лишь эмигранты, они не требуют никаких коллективных прав, они не требуют присоединения к Китаю. Это не надо, это и есть тихая экспансия, ЦВИ, я об этом и говорю. Дальше. По-моему, Нострадамус или кто-то говорил о том, что к власти над миром должна прийти желтая раса. Вот, я скажу о другом. Например, мне известно, что, во-первых, давай вспомним, что сегодня практически все товары народного потребления, или большинство из них делаются в Китае. Все практически, как бы, крупные производства переводятся в Китай. Более того, я знаю, что сегодня под Пекином построен огромный технопарк, площадью, наверное, с Израиль, где стоят еще пустые корпуса, только пустые корпуса и больше ничего. И китайские эмиссары разохраны по всему миру, чтобы собирать самое лучшее, самое новое, то, что производится во всех странах мира, с тем, чтобы привезти это в Китай, в этот технопарк и начать производить это у себя. Сегодня, на самом деле, действительно есть в этом плане некая опасность, и действительно, хочет Путин этого или не хочет, получается, что Россия действительно оказывается неким буфером между Китаем, между цивилизацией желтой расы и между европейской расой и американской расой. Поэтому, ты понимаешь, мне кажется, что вот в чем-то злой Киргиз прав, что действительно опасность со стороны Китая, учти его население, Цви, полтора миллиарда человек. Китай сегодня это полтора миллиарда человек. Сегодня, так сказать, ты китайцев можешь встретить в любой точке земного шара. Это и есть тихая экспансия. Я хочу напомнить еще вам, господа, о так называемой теории мягкой силы, которую исповедует руководство далеко не демократичного Китая. Сегодня Китай постепенно прибирает к рукам маленьких государств Тихоокеанского бассейна. По близости у себя он дает огромные кредиты, которые, это, кстати, такой же политикой когда-то пользовались Соединенные Штаты. Дает огромные кредиты, которые эти страны вернуть не могут. И в ответ на это Китай в качестве погашения долга размещает там свои военно-морские базы. Что ты скажешь на это, Цви? Я не знаю. Во-первых, я экономическое развитие Китая очень даже приветствую. Кстати, очень во многом это развитие происходит в ущерб очень многим интересам Китая. Начиная от того, что они просто уничтожили свою экологию. Китай сегодня это основной источник загрязнения в мире. И заканчивая эксплуатацией очень дешевой, бросовой рабочей силы. Рабочая сила в Китае стоит копейки. Именно поэтому туда и переместилась большая часть промышленного производства со всего мира. Если экспансия Китая, с вашей точки зрения, состоит только в экономической экспансии, в этом нет ничего плохого. Конкурируйте, господи. Это только начало. Конкурируйте. Более того, я напомню еще одну китайскую известную, Саш, известную китайскую мудрость о том, что теория обезьяны, которая сидит там на пригорке и смотрит, как два тигра сражаются между собой. Потом, когда один тигр другого задерет, тихо-тихо спустится в долину и уже пожать плоды вот этой борьбы. То есть, мы как раз и говорим о тихой экспансии. Дело в том, что действительно это происходит. Сегодня вот эта китайская волна, волна китайцев, она заполоняет сегодня собой весь мир. Сегодня любая страна имеет право на экономическое развитие. Почему Африка не развивается? Африка не развивается по той простой причине, что Африку разделили на какие-то условные квадраты, в каждом из которых получила власть какая-то чудовищная хунта или какое-то определенное кровожадное племя. Африка не развивается. Китай развивается. Что же в этом плохого? Я в этом ничего плохого не вижу. Развивается все правильно. Но дело в том, что помимо развития в Китае четко прослеживается установка на мировое господство. Господа, я хочу вернуть вас все-таки к России и к Путину. Я буду настаивать на том, что хочет это Путин сознательно или нет, понимает ли он это, видит ли он это в историческом перспективе. Но сегодня путинская Россия это тот прообраз будущей новой империи, которая может стать тем самым противовесом, тем самым защитником, тем самым балансом против Китая. Сегодня вообще, вот как вам кажется, что вы думаете по этому поводу? Сегодня вообще теория демократического устройства мира как самого лучшего для человечества, по-моему, уже уходит в небытие. Это не только мое мнение многих аналитиков. Сегодня может статься так, что именно страны, собранные, руководимые сильной личностью, будут доминировать на общественно-политической арене. Ну, во-первых, я все-таки сторонник демократии. Я не считаю, что демократия себя изжила, что ее надо чем-то заменять. Я считаю, что демократия на сегодняшний день это самая лучшая из всех систем власти, которая известна человечеству. Демократия, кстати, она обеспечивает и экономическое развитие, и свободу рынка. Если, конечно, это не демократия с какими-то изъянами. Альтернатива демократии... Секунду, секунду, давайте будем честными. Вот возьмем Сингапур. Жесточайшая диктатура. Это государство-предприятие, где есть начальник, директор завода. Как раньше были в России, помнишь, градообразующие предприятия, где председатель горсполкома сидел в приемной и ждал, когда его примет директор завода. Так вот, Сингапур, это государство-образующее предприятие. Там такая диктатура, которая не снилась, не знаю, Кемерсену, наверное, даже. А смотри, какая процветающая экономика. Я могу привести еще целый ряд государств, у которых процветающая экономика, при этом нет демократии, например, Саудовская Аравия, Кувейт, Россия и так далее. То есть страны, экономика которых основывается на продаже ресурсов. Что касается Сингапура, то это просто маленький островок, очень маленькая страна, которая, по всей видимости, исторически получила энное количество выгодных контрактов, которые она и реализует, и развивается на основании этих контрактов. А про полно-селенные китайцы в основном? Совершенно верно, совершенно верно. Но это, опять же таки, это не пример экономики свободного рынка. Потому что свободная рыночная экономика, возможно, в таких маленьких пределах, она и работать не может. Но учитывая, что рядом есть колоссальные китайские рынки, которые смогут потребить абсолютно все, что вы произведете. Да, извини, пожалуйста, но Китай тоже не демократическая страна. Однако ты говоришь о развитии экономики Китая. Поэтому я соглашусь больше с ведущим. И дело не в том, что понимаешь, что, как бы, так сказать, демократия – это худшее или лучшее. Я считаю, что ты правильно сказал очень маленькую деталь, о которой ты сам не обратил внимания. Демократия хороша тогда, если это демократия без изъяна. К сожалению, в очень многих странах Европы демократия таки да с изъяном. То есть, как бы, непонятно, где граница демократии и автократии. Но демократия всегда сама по себе дает инструменты для того, чтобы эти изъяны устранить. Да, правда. Но когда иногда, если она перебарщивает, понимаешь, то начинается… Конечно, есть перекосы. То начинается вседозволенность, понимаешь? Господа, давайте все-таки вернемся к роли Путина и новой великой России. С чего мы начали? Мы, я имею в виду, мы, как еврейский народ, видели на своем веку очень много империй. Империя всегда строится на неком тоталитаризме, на некой тоталитарной идее. Все эти империи распались. Я боюсь, что империя Путина, которая построена тоже на неком тоталитаризме, долго не просуществует. Ну, такова судьба всех империй. В истории и в конечном итоге, когда империя запрещает социальные сети, в конечном итоге оказывается, что социальные сети сильнее, чем империя. Я считаю, что в конечном итоге любое общество после некой эволюции придет все равно к идеям демократии, прав человека и свободного рынка, потому что ничего лучше на сегодняшний день нет. Но другой стороны, я согласен, что у каждой страны, у каждого народа, у каждого общества свой путь к этой демократии. Демократию нельзя экспортировать, нельзя привести извне. Хотя были примеры, были примеры. Та же Япония или послевоенная Германия. Но, тем не менее, для этого должна быть некая база. А так, пока эта база не возникла, естественно, у каждой страны свой путь. Тем не менее, опять-таки, я сегодня как-то так получается, что я сегодня не на твоей стороне, хотя часто бываю на твоей стороне, а больше на стороне ведущего. Обрати внимание, что присоединение Крыма к России дало высочайший скачок в рейтинге Путина. По данным ВЦУОМа, то есть Всероссийского центра изучения общественного мнения, такого рейтинга у него не было все это время. Этот на сегодня у Путина рейтинг настолько высокий, который вообще никогда в жизни у него не было за все время, что он возглавляет российское государство. Понимаешь? То есть, как бы, получается, что на самом деле действительно что-то в том, что говорит Саша, есть так действительно. Путин, скорее всего, идет на пути создания империи, и как он это видит, как он видит объединение российских земель. Но, опять-таки, действительно, мы не пророки, чтобы предсказывать, что будет. Но пока могу сказать только одно, что из того, что мы видим, у Путина практически нет соперников. А если говорить о оппозиции или о некой демократической настроенной фронде, то там вообще нет ярких лидеров, которые могли бы хоть что-то противопоставить. Все эти фигуры, которые возникают на горизонте, они настолько мелкие и незначительные, что, как бы, так сказать, что Каспаров, что Навальный, что Хакамада, что, я не знаю, кто там, как его, Явлинский. То есть, это все люди немцов настолько мелкие, настолько, как бы, не пользующиеся авторитетом, что говорить о том, что получается, что у Путина практически действительно нет достойного противовеса. Если в стране нет политического процесса как такового, то там нет и лидеров оппозиции, я с тобой согласен. Но, опять же, давайте возьмем Китай и Россию. Китай – это тоталитарная страна, Россия тоже. Но это разный тоталитаризм, потому что в Китае, при всем при том, что там правит коммунистическая партия, они все время меняются, президенты, а в России пожизненный Путин. Да, с одной стороны. Но с другой стороны не забывай, что в Китае жестко структурированная система, пронизывающая сверху, доверху всю систему, вертикаль, систему власти, понимаешь, в отличие, как бы, от России. Между прочим. В России, я бы сказал, что тоталитаризм какого-то особого свойства. Имперский империя, император, царь-батюшка. Царь по жизни. Это же не 1937 год. Там никого не сажают, там никого не расстреливают, слава богу. Слава богу. Не всегда деньги служат развитию искусства. Но здесь именно деньги, и здесь именно театры, которые на государственных дотациях, это они в основном и процветают. Получается, как знаешь, в свое время у Березовского, Бориса Абрамовича, царствуем небесное, был любимый тост. Выпьем за то, чтобы бабло победило зло. Спасибо вам большое.